Шведская академия Они уходили в небытие в сталинских лагерях на шахтах Магадана и Воркуты, получали пулю в затылок за стенках НКВД, погибали на фронтах Второй мировой войны и других войнах, которые вела империя. Великая идея безжалостно пожирала своих детей. Идеям не бывает больно, жалко людей. В перестройку мы мечтали о свободе, а оказались совсем в другой точке истории. На постсоветском пространстве вместо свободы расцвел автоталитаризм разных мастей – русский, белорусский, казахский. Медленно и неуверенно выбираемся из-под обломков Красной империи. Одна из героинь моей книги «Время секонд-хенд», у которой вся семья была выслана в Сибирь и там погибла, со слезами на глазах пела, когда мы сидели у нее на кухне. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Прошлое не выпускало ее из своих хищных объятий. Ее научили верить. В ней все еще жила та девочка, у которой Сталин когда-то забрал все, а она все равно верила. Во что? Свобода – это не быстрый праздник, как мы мечтали. Это путь, долгий путь. Теперь мы это знаем. Что может искусство? Цель искусства – накапливать человека в человеке. Но когда я была на войне в Афганистане, и теперь, когда разговаривала в Украине с беженцами из Донбасса, я слышала, как быстро слетает с человека культура и выползает чудовище, обнажается зверь. Но я пишу, продолжаю писать. Пишу зачем? Меня называют писателем катастроф. Это неправда. Я все время ищу слова любви. Ненависть нас не спасет. Нас спасет только любовь. Я надеюсь. На прощание я хотела бы, чтобы в этом прекрасном зале прозвучала белорусская речь, речь моего народа. У одной белорусской вёсочцы старая жаншина проводила меня словами. Худко мы разыдемся с тобой у розные баки. Дякую тобе, что ты послухала меня и понесешь мою боль к людям. Прошу тебе, коли пойдешь, оглянися на мою хатку. Оглянися не один, а два разы. Другий раз человек оглядается не по чужинце, а уже с сердцем. Я хочу поблагодарить вас за ваше сердце, за то, что вы услышали нашу боль.